Ну что ж, будем качать, качать, страдать, страдать, качать. Страдать качать, качать, страдать, ммм, как прекрасно-то, однако, 750 тысяч это хорошее подспорье, так сказать, к купонам бонуса. Спасибо, спасибо, я очень рад за ваши купоны бонуса, ну, нет, ну, нет, так. Так, у нас ежедневные задачки обновились, это хорошо. Так. Угу, 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 угу. Консакции два дня. Окей. 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 Восемь девяносто один. Ну, блин. Восемь девяносто восемь тридцать два отсутствие. Что ж, ладно, будем качать Е4. Купаем без экипажа. Я когда-то его качал, эту ветку, но он не очень заходил, поэтому у нас осталось два дня акции. Попробуем сейчас это дело всё исправить. Так. Угу. Посадим сюда ТС-5 парняву. ТС-5. 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 Ого, ну, здесь у нас некого совать. Тут ТС-5. И тут нам нужен человек. Мы его возьмём. Кто тут? Радист нужен. Мы его возьмём из новобранцев. Это у нас как раз вот тот человек. А, это советский. Отменить. Вот это вот. Рекрутировать. Хорошо. М-м-м. Это САУ. К-25 пополам. Ордист. Рекрутировать. Так, окей. Так. Хорошо. Этих чебуреков придётся переобучить. М-м-м. Потому что эти чебуреки сидят не там где надо. Блин, там за серебро здесь бесплатно что-то я думаю. Луплю. М-м-м. Так. Мне вообще сбросить надо. Так. Переобучить их за серебришко. Так. Лампочка у командира уже есть. Значит, что нам нужно? Нам нужен обзор. Так. Так. 64% тут маскировку. И. Снайпер. Здесь. Здесь ставим маскировку. Так же. М-м-м. Здесь подвижность посредственная. Так что я думаю, наверное, будет лучше всего короля бездорожья лепить. Так. Здесь у нас стопроцентный член экипажа. Значит, радиоперехват. И маскировку. Так. Ну и здесь маскировку. И. Бесконтактный. А потом отчаянно его уже включим. По модулям. По модулям. Что, блин? Так. Блин, я забыл его это. Надеюсь, хватит. Так. Так. Погодимся. Вообще, машина неплохая в целом. Ну, опять-таки, зависит от команды. Брони по факту нет. Брони по факту нет. От слова совсем. Вот. Что-то может танковать, что-то не может. Так. Мне сюда нужен досылатель. где я его могу взять. На ростике, да? На ростике у меня тоже много. Угу. Так. Что по обзору у нас получается? 398 метров. Это очень мало. Это очень мало. Очень мало. Очень мало. Так. Что нам делать? Расклад. Продать они не нужны. Так. Американцы. Американцев у меня нету. К сожалению, инструкции нету. Так. Так. Внешний вид. Сейчас покрасим его. В какое-нибудь. В какое-нибудь. В какое-нибудь говнище. Вот такой у нас будет. Интересный. Парень. Так. Так. По боекомплекту, значит. Гасов нам не надо. Столько от слова совсем. Два штучки оставим. Вот так вот. Так. Вот. Значит. Сюда ремку. Откепку. И пишитель. Так. 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 Что у меня тут? что у меня тут есть. А, у меня тут вообще ничего нет, оно все на десятке стоит. Печально. Прям совсем печально. Очень печально. Ну что ж, я думаю, пока будем так. Единственное, что мне очень хотелось бы мне без оборудки выкатывать. Ну, для сравнения, в принципе, можно боёчек скатать, чтобы понять, что и как. Так, и подождите-ка. Надо включить резервы. Резервы. Резерви. Включить. Так, на вот это. Это трогать не буду, на вот это. Так. У меня 36 тысяч уже набито. До рота мне не хватает. Вот. Получается, как говорится, 40, 55 тысяч. Надо наиграть мне на этой машине. Поедем и посмотрим, как это будет все у нас работать. Причем разница будет колоссальная между нормальной машиной оборудованной и без оборудки. Но со стопроцентным укипажем. И с какими-никакими перками. Нас закидывает в бой. Прохоровка. Интересно. Интересно, интересно. Здесь бы мне помешали бы трубы и маск сеть. Вот совсем не помешали бы. У них нет. Есть. Е-25 нас пересвечивает. Если близко подъедет 13.5, я попробую занять свою излюбленную позицию и посмотрю, что из этого получится. Как я понимаю, на просек у лесного едет не очень много союзников, кто из этого дает мне вывод, что может этот бой будет недолгим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как бы это ни звучало странно, но я пока ничего не могу сделать. У нас ЛТ-шки бездействуют совсем. Пробитие подтверждаю. У меня в 112-го я не попаду при всем желании. Слишком большая дистанция, и он не задает эту крючку. Поэтому надо ждать. Обнаружен противник. Обнаружен противник. М-м-м-м, без варианта. Без варианта. Без варианта. А, он там и шутки летные. Ооо. Веду их в прицеле. Атмина цели. Ну, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Не зря пока стреляю, все равно не попадаю. Пять минут прошло, у нас 2-0 и полная тишина. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ай. Но ряды тупо не летят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну да. Субтитры сделал DimaTorzok. Готово! Готово! Попадание под башню! Скорость в России не снижена! Блин, тут по-любому надо давить, они, сука, стоят, нахуй просто... Курят бамбу! Я ещё и посветил не плохо. Не знаю, может, блайнды ещё будут, потому что «Пантера» была уже не целая. Сейчас посмотрим, как раз такое. Катастрофа ясна, что все светились, а в раме нескольких машин, которые стоят нахуй, в принципе. Можно было изначально... Но у нас ЛТшки тупенькие, но не могли сразу бы. По ложбине доехать. Посадку я, по-моему, проехал бы и засветил всех этих комиссий. Насрать даже на ЛТшки, которые там катаются полу-ланшотные. Но у нас тупенькие. Супенькие. Супенькие. Е-25, которая мы, ладно, тупо высветили, и проездили на зеленке, она просто стояла позади всех. Бегов видно очень одаренный бен. Прям вот, да нехотя. Ну, в принципе, нормально, в любом случае, косаренно стрелял. А если блайнды зашли, то больше значит. Главное отбивать свою средуху. Средуха в смысле чего? Отбиваешь свои ХП, ну и на 1-2 что-то больше своих ХП, значит уже хорошо. Уже неплохо, так сказать. Вот. А если... нет, плохо. Как бы там ни было. Так. Так, коэффициент боевого опыта. Это ежедневные. Так. задача для увеличения скидки на товары какие-то. А ну это ж опять-таки, они делаются в этом, на десятках уровне в боях. Это е-пись. Это 13-105, это е-4. Как раз вот это вот. Я делаю сейчас. 25 пополам. Где он? А-а-а. Ну это вот в топ-7 я, получается, не попал. Потому что урона не было. А так в целом как бы это неплохо. Так. Так. Бой готов. Это Ростелекумовские задачи. Вот прочие задачи. Осталось три выполнения. Топ-10 по... Ну я в топ-10 по опыту не попал. С явлением. Потому что у меня не было урона. Да. Я не попал. Мне шоу-то одного не хватило. А-а-а. Это свитер. Этот светил. Этот светил. Блин. Ну вот эти два светляка. Это, конечно, полный трындец в отношении круга. Блядь. Все-таки, конечно, катался по центру. Но, блин. Он должен был разыгрывать эту карту, блин. Как колесник. Он не должен был стоять вот только на центре кататься. Он мог агрессивно вкатить. Зацветить всю поляну. И дать информацию, чтобы мы как-то действовали дальше. Но он просто по центру вопроса. Мммм. Так. Че у меня по незаметности по сути? 27%. Ну, неплохо. Неплохо. Поехали еще. Вот. 40 тысяч. Мне еще по 49 тысяч надо нафармить. Тогда возьму шпрота. А скорпиончик тоже в противоположной команде. Офигенная машина. Правда, не на всех картах играется нормально. Но, в целом, огонь. Маскировка. Маскировка. Лютая. Плюс. Разовый урон в 300 единиц. Как бы тоже. Неплохо дает о себе знать. Ну, тут фулл семерки, в принципе. В принципе, должно быть комфортно. Ну, там. Пора показать, кто главный. Три арты. Три арты. Опять-таки, ПТ с башней. ПТ с башней. Она, в теории, может играться как СТ. Потому что есть башня вращающаяся. И можно, как бы, в конце боя идти на размен ХП. Ну, у нас... Так, что у них по ЛТ получается? 12.75. Вон он. У нас Ебрик. Ну, Ебрик сдохнет. Словно гутненький. У нас на нулевую никто не поехал. Это очень печально. Если сюда приедут две СТ, меня просто разорвут в клочья. Я не справлюсь в одиночку. Я в одиночку тупо не справлюсь. А, смотри, он же там не стоит. У нас тупенькие СТ поехали все в там зону. в целом. У нас, когда у ЛТ, они нахожусь в тупеньке. странно терматься на спектакле, ну вот совсем странно так, ну СТ-шка сюда одна поехала, это как пить дача это вот как пить дача я американцы не перестреляю, к сожалению, хотя я тоже американец, но мне обзыва не хватит и у них еще где-то с Хелка там еще может быть справимся но у нас очень мало шансов против 3-х арти пробили их веду их в прицеле цель потеряна дальше не поедем всех убили цель ясна ущерб 3-2 держится нам баг пробили есть пробитие на первую очередь я не могу 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 Так, 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 короче. Опять я в топ-10 не попал. Тут никак не попадет в 4 обновь то, что бои за 5 минут кончаются. Ну почему тут нету, а 900 урон это 1100. Ой, на 8 золота. Да. Так, опять, а, тут уже шестерочки, то есть середина списка. Уже неплохо. Альфа-240. 170 на 240. Альфа-240. Это одна, это у них полтинник, а у нас колёсник. Так, ВК-45 на 3, АРЛ и КВ-2. Я, наверное, пойду в город. Начинаем бой. Потому что на зелёнке такое себе стоять. Конечно, на 2, АРЛ и КВ-2 у них есть, но мне почему-то кажется, что на зелёнке, в городе я буду более полезен, чем на зелёнке. Учитывая то, что в последнее время на зелёнке, ну, то есть на в город его быстро выдают. Зато 3, АРЛ и КВ-340 баланс. Прямо, это сказочный баланс, каждый этап. Прямо, это сказочный баланс. Прямо, это сказочный баланс. Продолжение следует... 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 И там ещё кусочек подъехал. Готово! Никто не останется светить, да? В теории. И Ешка может кого-то засветить, если будут отступать. Ага, вот он. Уничтожен. Один есть. Есть пробитие. Готово! Не сейшка. Жорочно самолет отступаю. Непод samplingов ухом. Видео? Продолжение следует... 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 почему-то она у меня не работает вкусняшка а подожди я понял забрал странно вражина полыхает есть пробитие забрал враг горит вкусняшка мегуста уби не знаю почему но ладно странно что она работает должна работать но почему-то не хочет оказалось бы должна работать но это красиво не 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 Тихий берег. Тихий берег, тихий берег, верхний. Так, чё там? Эмиль, Лев, ВК-100 и КВ-3. Наверное, поеду на берег. Буду тяжем саппортить. Тихий берег. Тихий берег, можно поиск это откидывать. Тихий берег. На, 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 поеду на берег. Тихий берег. Тихий берег, я думаю, я буду полезнее. Тихий берег. Факт. Тихий берег. Факт. Ну-ка, смотрим. Царелорко, я тебя не видел. Я тебя не видел, я тебя не ждал. Я не понял, это блайнды или чё это такое? Вот чел на СУ-101, он должен ехать давить, а у него не написано, как классическое ПТ. А чем он думает, вообще не понятно. Одна из зомбовых ПТ на восьмом уровне, с неплохим оругием, а он стоит. А, лёд там. Не, ну СУ-101 конечно красавчик, что у меня тоже хочется пострегать. Вот индивидуф на СТ-8 вместо Синдочного стал в позицию Уступ. О, господи, блядь. Не бьются вернуться, потому что у нас центр головы. О, господи, блядь. О, господи, блядь. Цель понятно? Я сейчас ставлю цель. А. Спасибо за субтитры то, что это случается. Время. Время. По халапту. Стекает. Интересная птица. НСС-44. Я его замиксирую. Есть пробитие. Наводчик ранен. Наведение затруднено. Нормально. Первый флаг. Нормально. Нормально. Без вариантов. Ну... О чём тут говорить, если команда не... ПТ без брони едет разыгрывать направление и... И меня никто не поддержал. Абсолютно. Вот там тупое днище, блять. Которое, блять, стоковое, нахуй. И, блять, без мозгов. Мои топливные баки! Ай-яй-яй! ВСУ-хуй! Пиздец. Не, можно было по факту и не получать этого урона от СС-44. Но не думаю, что это что-то сильно бы изменило. Продолжение следует... 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 Ммм, так, Т-25 пополам там, чё-то там, а, дом где-то здесь. Погубам, ну что-нибудь негде. Обнаружен противник. Вот, за несколько боёв 1300, прям, я прям в шоке. В тот случай, когда удалось настрелять хоть что-то. Такое бывает, как я уже говорил, довольно редко. Прям очень-таки довольно редко. Чё я тут? Да. А, нет, это таки. У меня в топ-10, да, в топ-10 попал. В топ-5 даже попал по опыту. Так, это хорошо. Это очень хорошо. Так. 56500. Сколько у нас осталось тут? недостающего. Так. 19. 22500. 22500. 24500. 21500. В принципе, модули здесь не нужны, по факту, оказывается. Вот. Чтобы не тратить, так сказать, серебришко. Вот. Даже чутка и подфармили. Как ни странно. Тундра. Восьмерки. Тундра восьмерки. Много тяжей. Много тяжей. Очень мало СТ. Две арты. Двигаемся. Двигаемся. Ну я наверно стану на свою стандартную позицию. Двигаемся. Ну как. Ну как. Всё кончается на У. 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 Продолжение следует... 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 Готово! Сраблик КПЗ Ммм, не очень хороший размин Можно сказать, вообще не хороший Так, ХП нет, я отваливаю сюда Занимаю позицию для отстрела Ввиду того, что ХП нет Капина, три, а также Капина, три, а также Пэш, поиска, елти Сраблик КПЗ Сраблик КПЗ Продолжение следует... Они там победили. Интересно. Молодцы, как они, могу сказать. Молодцы, молодцы. Всё-таки за счёт живой РТ они смогли вытащить. Читая то, что были все шотные и ваншотные. Центурион нагло действует. Ужоб сейчас раздолбают. А фумишки Орт они скидывают. У меня сразу прилетело. Так, я хотя бы эту полку буду видеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Введу их в прицеле. Пробили их. Машина уничтожена. Блядь, надо было постоять, спора нет. Типичный идиот. Типичный идиот. Так, а сколько у нас будет стоить этот парень? Два с половиной грамм. Два триста. И плюс ещё и... Ставить на него рацию. Пуху. Пуха сто... Два цитира цвей всё равно не дохрена надо. Тупо надо дохрена. Лавандосов. Пятьсот одиннадцать. Да. Наш прото фармить и фармить, что так сказать. Семьдесят тысяч. Семьдесят тысяч. Так, ну что ж. Пока на этом всё. Вот. В принципе, что я хотел донести в этом видео, это то, что играть можно и без оборудования, смотря на каких танков. Но, в целом, ПТшки можно поначалу играть без оборудования, если у вас не хватает, либо нету в наличии серебра. Той суммы, которую надо для того, чтобы оборудовать танки оборудованием, необходимым для комфортной игры. Вот. В Стоке, в принципе, машина играет с таким же геймплеем. То есть, если внизу списка стоите и ждёте по цвету, отстреливаете издалека. В ТОПе, в принципе, можно даже немного и понаглее вести себя, но я в ТОП за сколько я боёв провёл на этой прекрасной машине. Одиннадцать я из одиннадцати боёв с полсемёрками играл раза два. Вот. В целом, в принципе, нормальная машина, конечно. Конечно, звёзд с ним не хватает, но в целом, как бы, геймплей, в принципе, если команда опять-таки с командой везёт, значит, вы нормально отыгрываете, даже, может, где-то и настреливаете. Если с командой не повезло, ну, блин, что делать. Вот. За семь накланиваюсь. С вами был Франкенштейн. Вот. Так что, если что, жду ваших комментариев под данным видео и предложения, так сказать. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok